Капустная, морковная, кефирная, ананасовая и даже диеты на основе зеленого чая и кофе. На тему похудения сегодня можно найти сотни статей и программ, обещающих красивое и стройное тело буквально за считанные дни. Но вот медики к такому способу сбрасывания веса относятся довольно скептически. Получается, идет нехватка витаминов, минералов при сильных диетах, которые девушки сидят на усиленной диете, ничего не едят до недели. Это чревато большими последствиями. Это в первую очередь гастроэнтерологические заболевания, которые обостряются, либо появляются, если их не было когда-либо. Не приветствуют врачи также и употребление всевозможных таблеток, рекомендуя харьковчанам присмотреться к давно проверенному методу борьбы с избыточным весом физической активности. В весенний период количество посетителей в спортивных залах и секциях заметно возрастает, отмечают тренеры. Особой популярностью среди худеющих пользуются аэробика и кроссфит. Кроссфит сейчас набирает очень хорошие обороты в Украине, так как очень обширно задействуются все группы мышц, прокачиваются все связки сустава за короткое время. Тем самым появляется хороший кроссфит мышечный. Подготовиться к пляжному сезону помогают регулярные занятия на тренажерах. Посещая зал три раза в неделю и правильно при этом питаясь, за месяц можно скинуть до пяти килограмм, объясняет тренер по фитнесу Юрий Якименко. Тренажерный зал и любая двигательная активность человека, она всегда будет способствовать улучшению самочувствия, а соответственно и похудению в целом. Помимо того, что мы худеем, мы же и набираем, когда мы не занимаемся. Поэтому целесообразно заниматься круглогодично, потому что цикл тренировок предусматривает и введение в тренировочный процесс, и базовые какие-то элементы изучения, навыки техники, выполнение упражнений, темпа, дыхание. А у женщин набирают популярность еще и различные косметологические процедуры, в том числе антицеллюлитные обертывания, безоперационная липосакция, жиросжигающие микроинъекции, похудение под действием ультразвуковых и электрических волн. Действительно, с приходом весны увеличивается количество пациентов, которые хотят похудеть. Люди приходят, чтобы убрать лишние сантиметры в области талии, живота, бедер, рук. Мы им в этом успешно помогаем. За 15 таких сеансов можно скинуть до 10 килограмм, уверяют доктора. Но вот обойдется такая процедура недешево, за час придется выложить больше тысячи гривен. Что касается операций по откачиванию подкожного жира, то данный метод у специалистов не всегда считается безопасным для пациентов. Худеть врачи рекомендуют постепенно. Сначала необходимо полностью пересмотреть свой рацион, исключить пересоленное и жареное, добавить каши, свежие фрукты и овощи, перейти на дробное питание. Нужно взять себе за правило, это хотя бы пятиразовое дробное питание. То есть большую нагрузку делать на первую половину дня. Для весеннего похудения также очень эффективно, это физические нагрузки. Но физические нагрузки должны быть в меру. То есть мы не должны организм нагружать шестичасовыми тяжелыми нагрузками. Это может быть даже ходьба, бег, но все в меру. Чтобы организм не страдал, чтобы не чувствовал стресс от наших чрезмерных физических нагрузок. Своими секретами похудения охотно делятся и харьковчане. На ночь это не переедать, это 100%. Вообще все считают не есть после шести, но я считаю лучше, ну не то, что как бы после шести. Ну вот за три часа до сна поесть и ложиться спать. Много, конечно, обильное питье, очень много воды пить, ходить в тренажерные залы. Но я считаю истощать себя диетами, там голодовка, вот это все такое, я считаю, что это не нужно. Ну я бы сказал, что если быстро похудеть, так это необходимо заниматься долгое время. Или хотя бы там ходить на площадку, заниматься спортом, бегать, турники, буси. Потом, такие как для себя, ну у меня нет таких проблем с лишним весом. Просто в свободное время, когда я есть, хожу на площадку и занимаюсь. Без ряда для организма человек может терять не больше трех килограммов в месяц, предупреждают медики. И добавляют, самое главное в гонке за красивым телом не навредить собственному здоровью. Вильян Мода, Михаил Воронков, агентство телевидения новости. Редактор субтитров А.Семкин